В этом видео мы рассмотрим написание картографического приложения на Leaflet с помощью JavaScript-библиотеки React. То есть это JavaScript-библиотека для написания пользовательских приложений в своей собственной парадигме, что делает разработку гораздо более элегантной и удобной, нежели написание на чистом JavaScript. Итак, что нам необходимо перед тем, как написать свое первое приложение на React? Нам необходимо установить на компьютер Node.js и npm или yarn. То есть здесь уже в зависимости от того, что вам больше нравится. Все ссылки будут под видеозаписью, так что спокойно скачиваем и устанавливаем. Дальше мы создадим пустую папку, назовем ее React Leaflet lesson1 и в Visual Studio Code мы перейдем туда и начнем создавать наше приложение. То есть мы открываем папку, нажимаем открыть, открываем терминал. И здесь мы пишем команду, которая создаст наше первое приложение на React. Мы его можем создать как с помощью yarn, так и с помощью npm. В данном видео мы создадим его с помощью yarn, yarn create, приложение React, React app и название самого приложения React Leaflet app. Если бы мы использовали npm, мы бы написали npm init react-app, React Leaflet app. Нажимаем Enter и у нас устанавливается приложение, точнее создается. Скачиваются необходимые модули, пакеты. Теперь, когда у нас создалось приложение, мы можем посмотреть его в папке. То есть у нас создалось внутри папки React Leaflet lesson1 папка React Leaflet app. И здесь уже установлены модули, src папка. Вот давайте в нее перейдем. Написав в терминале changedir React Leaflet app. И запустив его командой yarn start. Сейчас она загрузится на порту 3000. То есть, как мы можем посмотреть, локально она загрузилась на ссылке localhost 3000. И выглядит оно таким образом. То есть вот такое изображение мы видим при созданном только что приложении React. То есть это стандартное какое-то отображение. Мы можем посмотреть в src, что у нас создалось. То есть у нас создался файл index.js, у нас создался файл app.js, app.test, app.css. И в паблике у нас есть индекс.html. Самая стандартная страничка. То есть есть taghead, есть tagbody. Ну, собственно, ничего нового. И в tagbody у нас вот один div и у него id root. И уже в папке src, в index.js мы видим, что в данный элемент кладется компонент app, который импортируется, как мы видим на четвертой строке, из файла app.js. То есть вот отсюда. И мы видим, что здесь у нас создается функция app. И она же отсюда экспортируется по дефолту, то есть по умолчанию. А что она возвращает? Она возвращает так называемый JSX. То есть это xml-подобный язык, который совмещает в себе html и javascript. Подробнее о нем можно прочесть, естественно, в документации. Но, как мы видим, у нас есть схожесть с html по названиям тегов, например, по структуре. Однако вместо, например, атрибута класса у нас используется атрибут классный. Поэтому тоже стоит прочесть в справке подробнее о JSX. То есть div с определенным класснеймом, с хедером, в котором лежит текст learnreact. И это ссылка на сайт reactjs.org. То есть если мы, очевидно, нажмем на данный текст, мы видим, что мы перейдем на reactjs.org. То есть таким образом мы создали первое приложение на reactjs, абсолютно стандартное, с уже настроенными стилями, уже настроенным каким-то изображением. И запустили его на localhost 3000. По поводу стилей, как мы видим, у нас импортируется файл apt.css, в котором отображаются уже настроенные какие-то цвета или стили. Давайте поменяем файли apt.js. Здесь допишем слово lesson. И при сохранении файла мы увидим, что изменится страница в вебе без ручного обновления страниц. То есть мы сохранили, перешли в веб, и у нас обновился элемент. Learn React lesson. Теперь давайте посмотрим, что нам необходимо сделать для создания приложения на leaflet с помощью реакта. Ну, как минимум, самое первое, что необходимо сделать, это установить модуль react-leaflet. То есть, опять-таки, это можно сделать с помощью npm, это можно сделать с помощью yarn. Ну, вот мы сделаем это с помощью yarn, yarn-add, или, опять-таки, если мы хотим использовать npm, то npm install. Ну, или yarn-add, react-leaflet-leaflet. То есть мы устанавливаем две библиотеки, это react-leaflet и библиотеку-leaflet для дальнейшего использования. Опять-таки, мы просто в терминале пишем данную команду, нажимаем enter, и у нас все автоматически устанавливается. в папку node-modules. Теперь уже перейдем к непосредственно написанию картографического приложения, то есть использованию библиотеки react-leaflet. И для этого я сейчас перейду в папку, которую я уже создал заранее для данного видео. Ну, а вы можете продолжать писать в данном приложении. Весь код будет, естественно, на гитхабе, ссылка будет под видеозаписью, так что ничего переписывать не надо будет, можно его будет просто скачать оттуда. Так, меняем директорию. Пишем yarn start, запускаем приложение. Итак, мы видим, что у нас открылось приложение, опять-таки, на localhost 3000, где просто отображается тайловая подложка OpenStreetMap и виджет зуммирования. Справа мы видим ссылку на leaflet. Опять-таки, под видеозаписью будет ссылка на react-leaflet, то есть на данную библиотеку, которую мы сейчас и будем использовать. И здесь показан пример создания вот такой вот странички. Давайте посмотрим, какая у нас структура вообще сейчас приложения. Опять-таки, у нас есть файл index.html, в нем есть div с id root. Теперь в файле index.js мы в данный div, то есть с данным id, кладем компонент app, который мы импортировали из файла app1. То есть вот он, то есть app.js у нас уже не используется, у нас используется файл app1.js. И здесь мы видим, что мы заменили вот этот весь html, мы заменили своим собственным html. Мы по факту возвращаем только map.component. Map.component у нас возвращается в функции app, которая отсюда экспортируется по умолчанию из файла app1.js. А откуда у нас берется map.component? Ну, вот мы просто по нему два раза кликаем, видим, что он подсвечивается на второй строчке. Здесь у нас написано import map.component from map1.js. То есть мы ищем теперь файл map1.js, находим его и видим, вот что у нас, собственно, возвращается. То есть, во-первых, мы импортировали два компонента из библиотеки React.leaflet, это map и tile.layer. И создается класс map.component, который является расширением стандартного класса React.component, то есть компонента React. И мы назвали его map.component, это наше произвольное название, можно было назвать его как угодно. И, соответственно, внутри данного класса происходит стандартный цикл, жизненный цикл реактовского компонента. То есть узнать, что такое жизненный цикл реактовского компонента, вы можете по ссылке на библиотеку React.js. Это не очень сложно, я бы сказал, это вообще не сложно, и там все очень хорошо написано. Но если вы не хотите этого делать, то в дальнейших видео мы будем все ближе и ближе знакомиться с данным жизненным циклом. Пока что мы используем только функцию, обязательную функцию render, то есть по факту это отрисовка, которая должна быть в любом компоненте React. Соответственно, в нашем компоненте она тоже присутствует. И данная функция render должна что-то возвращать, а именно она должна возвращать какой-то HTML в итоге, или какой-то компонент, если говорить другими словами. То есть это должен быть цельный компонент, не должно быть два компонента, должен быть один цельный компонент, как здесь у нас указано, что у нас есть компонент map, а внутри него уже есть какая-то вложенная структура. Таким образом, в итоге у нас в файл index.html положится компонент app из файла app1, ну и, собственно, в итоге положится у нас map component, который создается в файле map1.js. Ну давайте посмотрим, что именно здесь создается. Здесь по факту используется компонент map, который мы импортировали из библиотеки React.ly.flat. У него есть определенные атрибуты. А атрибуты у него есть zoom и центр в данном случае. Соответственно, атрибут центр мы создали внутри функции render. Чему он равен? Он равен массиву из двух элементов, а именно широте и долготе, но обозначены они через ссылки thisState.let и thisState.long. А state в данном компоненте у нас представляет собой объект в виде трех ключей let, long и zoom и, соответственно, значений данных ключей. Соответственно, в дальнейшем данное приложение мы будем дорабатывать, чтобы ближе познакомиться с структурой React, с его поведением, что такое state, как можно им управлять, как обновлять компоненты без обновления страницы, то есть, так сказать, реактивных обновлять. Ну, во-первых, давайте посмотрим, какое у нас приложение сейчас в итоге. То есть, мы по факту на карте указываем стартовый zoom 10 и центр карты. То есть, если мы зайдем в библиотеку React.leaflet, зайдем в API Reference, зайдем в компоненты, компонент Map и увидим у него центр и zoom. Также мы видим у него множество других атрибутов, а именно динамических свойств, которые мы можем изменить. Но пока что остановимся на данных двух и посмотрим, как будет меняться наша карта, если мы что-то изменим. Вот, например, у нас сейчас широта 55 градусов северной широты. Ну, допустим, сделаем 56, сохраним, и наше приложение обновится, опять-таки, без обновления страницы. Сделаем здесь 56 градусов, вот пока не сохраняем. То есть, смотрим, изначально у нас приложение центрируется на данные координаты, это город Москва, и при сохранении наше приложение будет автоматически центрироваться в город Дубна, или там неподалеку от города Дубна, то есть чуть севернее. Опять-таки, внутри компонента Map мы используем компонент TileLayer, который имеет два свойства. Это атрибуты, которые у нас указаны в правом нижнем углу OpenStreetMap, Leaflet, и это URL, то есть ссылка именно на тайловый сервис, ссылка на тайлы, которые у нас подключены в данном приложении. В данном приложении у нас подключены, как мы видим, тайлы OpenStreetMap. Вот, собственно, и все. Это самое простое приложение, которое у нас собирается на Leaflet с помощью React. Теперь добавим маркер, то есть, опять-таки, у меня уже есть какая-то заготовка, это файл map2.js. Сохраним, и приложение обновляется, и мы видим, что у нас появляется маркер с всплывающим окном при клике на данный маркер. То есть, теперь в файле app1.js у нас импортируется MapComponent из файла map2.js. Соответственно, map1.js сейчас вообще не участвует в приложении, и импортируется только map2.js. Здесь, опять-таки, все то же самое. Единственное, указывается путь к файлам маркер, откуда, собственно, берется эта картинка. Данный маркер, собственно. И также внутри компонента map добавляется, после тайлового слоя, добавляется еще компонент маркер, который, опять-таки, импортирован из библиотеки React Leaflet. То есть, помимо map, tile layer, теперь еще импортирован маркер и pop-up. А также импортирован объект Leaflet из библиотеки Leaflet для прописания пути к картинке маркера. И как просто здесь, оказывается, создать всплывающее окно по маркеру. То есть, мы не должны обрабатывать какой-то клик или еще что-то. Мы просто внутри маркера пишем компонент pop-up, который содержит текст. И все. То есть, опять-таки, как писать на библиотеке React Leaflet? Это все есть в справке библиотеки React Leaflet, которую, соответственно, опять ссылка на которую будет под видеозаписью. И здесь все можно подробно изучить. То есть, такой подход помогает упростить написание кода, сделать его более понятным и структурированным. Ну, давайте еще раз смотрим файл map.css, чтобы завершить картину. Ну, опять-таки, у нас импортируется стандартный стиль Leaflet из NodeModels, то есть из библиотеки, которую мы установили. И присваивается тегу body, id root и классу Leaflet container присваивается высота и ширина по 100 view height и 100 view width. То есть, по факту, это вся высота экрана и вся ширина экрана. Таким образом, мы познакомились очень быстро и поверхностно с написанием приложения на React, а именно написанием картографического приложения, используя библиотеку Leaflet. В дальнейшем мы будем расширять функционал данного приложения и показывать все новые и новые возможности. Но настоятельно рекомендуем прочесть справку по React Leaflet и про сам React, то есть, про жизненный цикл компонента, что такое реакторский компонент и какие в нем могут быть функции для управления и для обновления, динамического обновления данного компонента без обновления всей страницы, естественно. Опять-таки, все ссылки под видеозаписью. Код будет на GitHub, тоже ссылка на GitHub будет под видеозаписью. Если какие-то вопросы появились, пишите комментарии, с удовольствием на них ответим.